Hello everybody! Hi my students! Hello friends! Сегодня мы рассмотрим одно из многочисленных преступлений преснопамятного Михаила Сергеевича Горбачёва Меченого по кличке Меченый. И заодно мы проверим нашу открытию, которую мы сделали, раскапывая матрицу Пифагора подробно, и применяя ее в криминалистике. Преступление мы рассмотрим одно, которое почти 40 лет тому. Оно было сделано в 1982 году, 10-го, 9-го ноября, да? С 9-го на 10-е ноября, по-моему, или с 10-го на 11-го, когда был отравлен Леонид Ильич Брежнев. Тоже преснопамятный, да? Вот, как верно заметил, сам того не понимая, журналист Тюняев, что начиная с Хрущева, но не с Хрущева, а начиная с Брежнева, уже руководили страной в основном генномодифицированные люди, ну, которые мы называем сейчас биороботы. И вот первым таким руководителем, биороботом, это был как раз Горбачева, то есть нашего уважаемого которого отравили, да? Вот. И вот мы сейчас его рассмотрим, это у Брежнева Леонид Ильича. Ну, это типичный был рептилоид, мы его как-то рассматривали, и матрицу его рассматривали, и все. И есть у него день рождения определенный, и мы определяли, когда у него день рождения. Вот его день рождения, 19-го, все-таки, 12-го, да, по новому стилю, 1906 года, да? Да, год у красной огненной лошади. Честный человек и очень трудолюбивый, но это так, он работал, конечно, с упоением и топтал всех, кто ему мешал. Ну, и Хрущев, в частности, он предлагал авиакатастрофу ему сделать, по своему предшественнику и Шурину, да? Биоробот. Сумма большая, 14. Ну, вот этот биоробот такой человечный, у него дельта плюс 3, он действовал в интересах, как говорится, по крайней мере, конструктивно мыслил, и при нем много было, конечно, сделано во всех отраслях, во всех областях, и в гражданской, и военной. И страна второе место занимала ПВП в мире. То есть, поправлены были ошибки Хрущева, и не так топтали Иосифа Иосифа Иосифовича. Ну, вот тоже самодур, как и Хрущев, он был самодур и очень нетерпимый в обществе человек. Четыре девятки, он выходил из себя, если кто-то против него, он буквально заходился в гневе и готов был растоптать. Вот такой же, вот как у нас вот это журналист Шевченко, он готов драться, если что, не по нему. Но это еще круче. Вот. Ну, тем не менее, честный человек. Хотя, ну, чистый вот реклама, девятка у него, это духовности, ну, он пользовался джуном и так далее, всеми оккультными этими вещами, поэтому у него и девятка. То есть, мимо всякой веры и религии правильной. Ну, и плюс по девочкам у него было до единичек, он их перебирать любил. А по семье у него вот он долго колебался, чтобы свою, ну, тем не менее, прожил с ней жизнь. Имел вот доченьку, да, который и внучек, который сейчас внучек вот помер недавно. Вот. Что, что вот его выпиздень говорит, да, то есть день, когда его выписали они, ребята наши, про которых мы будем рассматривать. По 105 статье Уголовного кодекса СФСР, то есть Российской Федерации, да, 10-го, 11-го, да, с 9-го на 10-го, ну, в ночь его отравили, подложили ему две таблетки какие-то дополнительные, по словам жены. Год какой был, справедливость, да. И вот его матрица. С зеленым, значит, у него совпадает с днем рождения Чазова клеточки. То есть у него, если смотреть по Чазову, то 3 из 9, а если смотреть, ну, или 4 из 19, ну, 3 из 9, это хорошо. Вот из этих 9 клеток, видите, это с Чазовым совпадает, но то, что он передал эти таблетки, конечно, он. Это хорошее совпадение. Еще большее совпадение с Михаилом Сергеевичем, у него, вот день рождения Михаила Сергеевича. Вот зеленые клетки, которые совпадают с этим днем отравления. Сколько тут клеток? Здесь уже 4 из 9, или 7 из 19. Это вообще уже ясно, что заказчик. В сумме, если взять 3 из 9 и 5 из 9, это 8 из 9. То есть вероятность единицы. А плюс, учитывая, что они были дружбанами, Чазов и Горбачев, они до конца были дружбанами. И сейчас, вот Чазов где-то, ему где-то должно быть 90 с чем-то лет ему, или 100 лет должно быть, да? Нет, 90 лет. Да, с какого он года-то? Чазов. Ну, мы сейчас посмотрим. Вот. Чазов, он 29 года. То есть ему 90 лет в этом году. Ну, его где-то спрятали в психушке. Он лежит. Дочка, тоже академиком ее выбрали. Ну, она там тоже поросячьей мощью торгует, как вот. И он тоже. Он никакой не был. Чазов, он врачом не был. Мы об этом говорили, когда про медиков, про академию говорили. Вот он, Чазов, его рождение. Ну, это Хаспутин в медицине. Шарлатан. Хитрость, мудрость, змей. Год змеи родился. Под влиянием непорядочных людей. Под влиянием вот этого Горбачева. Видите, сумма 12, дельта минус 12. Так же, как у Горбачева, это деструктивный характер, у Горбачева у него минус 5 приведенные. А у этого даже больше. То есть, неизвестно, кто кем руководил. Тем более, Чазов на два года его только старше. Но это мудрость. А этот козел, Горбачев, он в год козла родился. Поэтому он на второй роли. Но, тем не менее, вот через него команда прошла на Чазово. А Горбачев кому тогда подчинялся? У него были... Его выдвигал сначала Кулаков. Из Ставропольского края пришел Горбачев. Кулаков там был первый секретарь этого Ставропольского крайкома. И он везде выдвигал вот этого Горбачева. Как только Горбачев в Москву приехал и стал там функционировать, он этого своего протежета, он его затоптал. Его, видимо, застрелили там. Обстоятельность смерти Кулакова неизвестна до сих пор. Вот еще нам предстоит выяснять. Почему заданию-то его, собственно, убили. Тогда, когда, значит, Андропов, про него слухи, про Кулакова, что он метит на место Брежнева. И Андропов через агентуру, через иностранные СМИ раздул кампанию против Кулакова. И Брежневу это надоело. Он от всех дел остранил. Ну, оставил его в политбюру этого Кулакова. А из ЦК оставил, а дел всех устранил. И через несколько дней на даче он найден был мертвый. Ну, про Кулакова мы не будем, потому что здесь тонкая история. Здесь неизвестно, кто был заказчик. И исполнитель не эти были люди совсем. Возможно, это было через другой канал. Через другой ветвь власти. Он был устранен. Или бы доведен до самоубийства, что, по некоторым данным, с прострельной головой в постели был найден. Ну, как же пуга. Вот про пугу еще нам предстоит тоже интересный факт раскрыть. Ну, сейчас пока у нас скромная задача посмотреть на вот уважаемого нашего Леонида Ильича-то. Как его? Почему? Он сам хотел уйти и выбрал себе последовательность Щербицкого. Вот Щербицкий будет, мол, первым секретарем, генеральным секретарем, а я буду председатель партии. Ну, типа, как могут задуматься. Или как английская королева. Над всеми буду сидеть и опыт передавать. Но уже ходить на работу так не буду. Как вот заседания принимать участие в этом мелкоте, а только крупные вопросы буду разруливать. Вот так он как паханом хотел на этом всем государственном общаке сидеть. Ну, конечно, Андропову дышал спину, и это ему было неинтересно. За всем быть вторым лицом. Опять при нем, тем более у Андропова было много недобожелателей. Тот же Щербицкий и многие другие товарищи были против него. Но за него было, там его, говорят, очень любили в КГБ, потому что он всех набрал, там этих агентов МИ-6, у него там все были шпионы, а все порядочные люди от него сбежали, даже за границу. Вот. А оставил у одних вот агентов влияния чужих стран. Он создавал такую команду, как ему вот его учитель советовал Кусина. Кусина, да. Вот. Тоже агент МИ-6, кстати говоря. И, значит, после Брежнева-то там самые влиятельные люди оставались, кто Андропов. А вот этот вот министр обороны-то, Устинов, он был просто пешкой, Андроповской пешкой. И Андропов как хотел, там и ворочил. И в то же время там еще был вот этот старичок Громойко, который был на иностранных делах, и вообще он был, как говорится, старейший. Старшина вот этой всей команды Политбюро, да. И вот эти они там втроем заправляли. А в качестве молодого такого преемника они кого взяли? Ну, конечно, который был тоже, как говорится, связан с иностранными вот этими шпионами. Это Горбачев, он был с детства завербован туда немецким абвером этим. Команда пришла на Украину, он попал в плен, и там он подписал бумажку. Вот за эту бумажку его до сих пор сейчас никто не... Потому что он лауреат Нобелевской премии, сейчас уже эту бумажку не открывает. Но у нас и Обама лауреат Нобелевской премии, что там говорить. Не в этом дело, а в том, что он богом отмеченный. Ну, козел, вот на вторых ролях он сначала хорошо Райка управлял, он ей подчинялся, Райка его вывела в люди. Потом вот Кулаков, потом после Кулакова его подхватил Андропов. Андропов его чуть даже председателю КГБ не хотел делать, он отказался и остался секретарем. Так вот, когда, значит, Брежнева-то отравили благополучно, мы сейчас видим, кто это отравил, то есть по 105-й статье кто подходит. Это как раз Горбачёв и Чазов, Евгений Иванович, да? И Михаил Сергеевич, вот этот вот Трёхгольдич такой, Брежнев. Он не проснулся после этих вот снотворных. Вот. Также были все, которые после Брежнева были, также были отравлены. Вот, например, когда стал Андропов, на место тоже там претендовал Черненко, Статин Устинович. Он крупный идеологический работник, но он не был агентом иностранных государств, поэтому его надо было устранить. И в то же время он был конструктором, так же, как и Брежнев, у него было даже плюс 4 у Черненко, Константин Устинович. Видите, плюс 4, хотя сумма маленькая, 12, ну, достаточная. И тоже он был уже вот этот биоробот. То есть вот таким путём. А сам Андропов, он 15-го числа родился. Ну, так же, как вот мы знаем, что под уговором сатаной рождаются люди 15-го числа. А вот Черненко, он, конечно, мешал. Поэтому вот, который был в КГБ, там, выдвинулся Андропова, он предложил Федорчука в КГБ. А потом его задвинули на МВД, когда застрелился при, значит, кто там, министр МВД, это Щёлково, застрелился. При Черненко, кстати. И Черненко убил вот этого Соколова, директора магазина ГУМ. То есть не ГУМ, а этот, ну, центральный там продовольственный магазин на улице Горького. Елисейский. И вот Федорчук, значит, видите, как рыбку ему прислал. Вот даже фигура этой рыбки у него в матрице рождения есть. Вот головка 536. И вот эти плавнички 87730. Плавнички, видите, вот эта рыбка Федорчука, она как раз совпала с соответствующими цифрами матрицы, выходной матрицы Черненко. То есть вот эти вот зелёным, это совпадение, наша открытица сработала. Вот. И Федорчук тоже минус 5 деструктор, хотя сумма большая. И обаятельный тоже харизматический человек. И после этого отравления, ну, его, конечно, сделали инвалидом, но он уже жил только в центральной клинической больнице, где он был полностью в руках у нашего уважаемого Евгения Ивановича Чазова. Так? Поэтому, в общем-то, убил Федорчуку. Вот присылал эту отравленную рыбу. Вот такое, то есть, если это в прессе, там, это идут как разговоры без доказателя, ну, то у нас же эта система, она отработана на уже известных делах, где известны и убитые, и убийцы, и заказчики. То есть мы даже на примере многих таких дел открытых, которые сейчас уже все сидят, эти убийцы, и мы это рассматривали. И вот эта открытая срабатывала. И мы его дальше опробовали на убийстве Кеннеди. Оно тоже там показало совершенно лицо, вот ногу вот этого Ферри, который был учитель по стрельбе вот этого, которого осудили, который потом Руби застрелил, чтобы отвести подозрения от этой мафиозной там структуры и масонской системы, чтобы... А Ферри этот, его там Бог наказал, у него такое же было кровоизлияние в мозг, как вот в том месте, где пуля в затылок попала Кеннеди. Вот, и там тоже было такое совпадение, очень большое, дня рождения Ферри на день убийства вот Кеннеди. Вот таким образом, то есть, чехарда вот эта, которая теперь приобретает доказательный характер. И вот смотрите, когда Андропов. Андропов тащил Горбачёва, они втроём тащили. Андропов, Устинова тоже, они спокойненько убрали Устинова. Потом неожиданно тоже у этот Устинов, раз неожиданно скончался. И Громыко. Но Громыко успел уже протащить Горбачёва. Когда Андропов помер, Громыко, по предложению Громыко, значит, Романов отдыхал на вугу, отпуске, там загорал. С певицами, там где-то он что-то загорал. Надо было власть брать, а он там гулял где-то. Ну, вот этим воспользовались, и Щербицкого в это время убрали куда-то в Америку. И вот тут остались Горбачёва, да и этот вот, и опять украинская вся вот эта система, она выдвинула Горбачёва. Ну, конечно, Громыко не знал, что Горбачёв давно уже завербованный-то, он уже любовник этой черты, да. Он уже не знал, и тем более, вот выдвинули его очень такого козла. Вот, и тем более, у него жена такая пробивная была. Во все двери она входит, и везде её там знают. А он был под каблучником, под ней. Вот, ну, когда вот жена-то померла, его звена сразу закатилась, и тут выдвинулся как раз у нас тоже вот этот Ёлкин-Палкин. Ёлкин-Палкин-Де. Вот, Южноуральский. Каштымский, как говорится, Каштымский пришелец. Вот мы разобрали, видим теперь, да, что работали вместе они, чаза, почему они друзья. И если они этих людей просто травили, вот Черненко, потом этого Брежнева, Кулакова, стреляли, то всех уже после них они направляли на отдых. На отдыхе те заболевали, поступали к Чазову, Евгению Ивановичу. И Евгению Ивановичу лечил уже своими этими Распутинским методами, поскольку у него Распутина есть по матрице, да, типа Распутина. Вот. Плюс под влиянием вот этих непорядочных людей. Вот, можно возбудить два уголовных дела. Ну, Федорчук, его уже тоже нету, а Горбачёв-то ещё присутствует. Можно его на детектор уже подключить проводами, да, вот, или беспроводами. Одно есть детектор лжи сейчас там в Америке. Он где-то проживает там в Америке, в США. Если дело открыть по убийству, то пригласить его там в посольство российское, где он в Америке. И пусть он прокатается, докажет, что он не убийца. Хотя это нельзя, вот, презумпция, предъявить доказательство. А вот ему доказательство. Терем Пифагора. Всё. Это и третья сторона треугольника. Вот этого Брежнев, Андропов, Чазов. Вот, Горбачёв, Чазов, да. Вот таким образом. То есть я до сих пор был не уверен, и думаю, почему бы не посмотреть, тем более все указывают пальцами прямо на Горбачёва, что это его была рука, то есть на Андропова, что это его была рука. Но, оказывается, нет, потому что исполнителем был, заказчиком был вот эти два друга. Ну, они действовали в интересах Андропова, но они знали, Евгений Ивановичу знал, ещё Брежнев знал, что Андропов не жалеется, поэтому он Чайбицкому предлагал. Ну, и последний, кто с ним виделся с Брежневым вечером, это как раз и был Андропов. И первый, кто появился утром в квартире Брежнева, дверь открыла, жена его, да, вот, Виктория, по-моему, её жена-то, да, Виктория Петровна. И вот она открыла, и он первый взял, и всё, борозды правления он взял. Появился второй член ЦК, и они всё оформили, это дело на Андропова. Ну, а дальше уже технологии известны, потому что дальше уже Андропов был ненуженным Чазову и Горбачёву, здесь они действовали совместно. И они быстро отключили, они его послали отдыхать туда, в Крым, он там благополучно простудился, прибыл сюда, в ЦКБ, ну, где его, соответственно, и распутинским методом заколбасили. Вот таким образом. А дальше уже Горбачёв берёт власть, и уже все эти убийства прекратились, потому что всё, вопрос решён, и в правлении, везде сидят люди, там и в КГБ тоже свои люди сидят, уже одна агентура МИ-6, уже поставлены, все уже сейчас не выполняют задания Ротшильдов. И сидят на рублях и спекулируют вот этими деньгами. В банках там детишки сидят, вот эти поколения верных издержанцев. Вот таким образом. То есть 105-я статья, а, убийство ещё в составе группы, организованной преступной группы. Всего доброго, слава Пифагору, нашему уважаемому следователю, раскрывателю всех мокрых дел. Субтитры создавал DimaTorzok